МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устрелся со студентами и выкладчиками ГДУ имя Франциска Скарыны. Под наглядом разумных видеокамер полихачиц не отримается. У Гомелі проанализовали мероприемства по захованию дорожной безопасности и огучили дальнейшие планы. Свято в городе. Сьогодні у Гомелі запалила огні головная ёлка в області. А зараз обгэтым іншим більш подрабязна. Развитё беларуско-германскаго взаимодзень сегодня обмерковывали у Палацы Незалежности. Президент Беларуси Александр Лукашенко сустрелся с послом Германии Петром Детмаром. Такая практика регулярных сустреч, керавника державы с представниками ДИП Корпуса, себе зарекомендовала. Гэта макчымысь провести ревізию двухбаковых адносинов и вызначить перспективы. А пошнях годы у адносинах официйных Минска и Берлина означается активизация контактау, особлива на политичном узровні. У 2015-м Минск наведала канцлер Германии Ангела Меркель для уделу сустречы у нормандским формате. Гэтым летам у Беларусь приезжаў президент Германии, ён присутнічаў на меропрыемствах, присвечэных адкрыцю меморияла у Трастянцы. Тады ж Александр Лукашэнка і Франк Вальтер Штайн-Майер провялі двухбаковые перамовы у Палацы Незалежності. Расте і товараабарот. Германия традиційноў ваходзіць ўлік найважнішых гандлёвых і інвэстэцэйных партнёраў Беларусі. Па выніках 2016-го года заняла чатвёртая месца па абьёме товараабароту. Гэта 2 мільярды 800 мільйонаў долараў. Германия – партнёр Беларусі нумар адзін па пастаўках высокоттехнологічных абсталявання ў тымліку для модернізаціі прадпрыемстваў. Ёсць абсалютна ўсе перадумовы для далейшого полноформатного супрацовніства. Беларусь готова да ёго развіцяў духу взаимопаваги і партнёрства. Я, господин посул, ожыдаю от этой встречи в данном случае полной ясности. Во-первых, чого бы Германия хотела от Беларусі? Что не нравится в Беларусі? Я предлагаю вам недипломатичным языком сегодня поговорить, что называется один на один. И я откровенно вам скажу, чого бы мы хотели получить от Германии и да и от Евросоюза. Вы ведущая страна Евросоюза? А плод Евросоюза? Если хотите, главная хранительница Евросоюза без Германии просто бы не было сегодня Евросоюза. А Евросоюз наш сосед. Наш принцип один. С соседями надо строить отношения и жить нормально. Поэтому я откровенно скажу вам, чого мы хотели бы от Евросоюза и конкретно от Германии. Я бы ещё раз просил вас, чтобы вы откровенно сказали мне, какой вы видите Беларусь и что бы вы хотели от Беларуси. Я вам скажу, на что мы можем пойти, чего мы не можем сегодня сделать. Я готов к этому откровенному разговору. Единственное, хочу сказать, чтобы Германия, хотя немцы это понимают, никогда не ставили нас перед выбором. Вот американцы это поняли. Разговаривая недавно с помощником госсекретаря, он мне прямо сказал, мы не хотим ставить Беларусь перед выбором. Вы с Востоком или вы с Западом. Мы там, где мы есть. Господом Богом это определено. И толкать нас туда-сюда не надо. Мы, исходя из интересов, национальных интересов, из интересов наших соседей, чтобы это наши интересы не противоречили нашим соседям, будем строить нашу политику, мирную политику. Господин президент, для меня большая честь быть здесь. Глядя на 2018 год, а я 8 лет провел в Беларуси с двухлетним перерывом, могу сказать, этот год наиболее успешный и важный, как в экономическом, так и в политическом плане. Краины не только активизуют экономичное и инвестиционное супрацовниство, разглядывают и мягчимость створения совместных проектов у IT-сферы. Немецкие компании проявляют великую цикавость до индустриального парка «Великий камень». Уже реализуются три проекты. Все лета улита акционеров у Вайшоу немецкий логистичный оператор найбойнейшего ручного порта Европы. Усё больше эффективным становится и межрегиональное супрацовниство Беларуси и Германии. У Беларуси узмоцнена держпатрымка дятей-сирот и шмадетных семья у выращенні жильевого пытання. А вось семьям, где усе працаздольные члены не занятые у экономицы, у державной патрымцы при будовнестве жилья адмовять. Отповедные указы подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Для дятей-сирот повеличены по мир субсиды на погашенне основного долгу по коммерциным кредите с 35 до 50%. А кроме того, полову долгу безвыплатно пахасеть и семьям, які выховують дятей-инвалидов. А коли такая семья ясше и шмадетная, она отримает першычарговое право на держпатрымку. Тым же грамадянам, хто не занятые у экономицы и трапеу у базу дадзенных непрацуючих, у держпатрымцы будзе адмовлена. При этом указам продугледжена макчымасть для працаздольных членов сямьи знайсти працу и таким чином вернуть право на отримання державной подтрымки. Гэтая правила запрацуюсь першага сакавіка. Уласный контент, новые цікавые и актуальные проекты, беларускые сериалы. Сёння старшиня Белтелерадоэкомпании Иван Эйсмант сустревся со студентами и выкладчиками Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны и подзялився планами развития беларускага телебачення. У диалогу приняли удел и наши корреспонденты. Больше журналистов у Гомельщины, которые работают в газетах и часописах или голосах по радио и кого бачим по телебаченні выпускники ГДУ. Студенты заусюди за довольнением проводят удел в экскурсиях по редакциям в СМИ. Они знакомятся со студеной и працей журналистов. И, зрозумело, встреча со старшиней Белтелерадоэкомпании Иваном Эйсманом стала для тех, кто марить стать журналистом саправдным передновогодним подарунком. Еще до початку с встречи мы погутарили со студентами-филологами. Многие из них, до речи, уже ведут, какие телепрограммы хотели бы рихтовать або вести в будущем. Обучаясь на филологическом факультете, мы действительно часто посещаем редакции, теле- и радиостудии. И сегодняшняя встреча с председателем Белтелерадоэкомпании – это еще один большой опыт для нас, как будущих журналистов и литературно-редакционных сотрудников. Студенты с большим воодушевлением восприняли новость о встрече с Иваном Михайловичем. Для нас это действительно большая честь. Какую бы вы программу хотели вести? Какой направленность? Что вас лично больше интересует? Я бы хотел, наверное, вести о культуре. Направленность чисто культурная, общественная. Мне интересна вся телекухня, интересно, как снимаются программы. И, в принципе, если есть такая возможность, я бы хотела связать себя с журналистикой и с телевидением, в частности. Вы были где-нибудь для телевидения? Я была в телерадиокомпании «Гомель». У нас там проходил спецкурс аудио-визуальные СМИ. Поэтому в какой-то степени я знаю, как проходят записи, однако хочется увидеть полностью всю картину. А что, какие программы вы сами любите смотреть? Если бы вы пришли работать, то какой направленности программы вы бы хотели вести или готовить? По телевидению я смотрю больше научные программы и если связывать свою жизнь с телевидением, то научного направления. На початку сустреши размова об медиа просторы Беларуси. Иван Эйсман рассказал об самых буйных телекомпаниях краины АНТ, столичном телебачении и бел телерадиокомпании. У составе АПОшне одразу 7 каналов, які динамично развиваются и постоянно рыхтуют для глядачу новые программы. У планах повеличивать долю беларуских передач. Гэта тычется не только информационных, аналитичных, забавляльных и спортивных проектов. Треба сдымать свои сериалы. А кроме того, завершена масштабная модернизация. Подпорядкованные БТРК каналы переходят на вяшшанье в формате HD. На переобсталевание колькость, чем у телеэфиры уластных программ, а ли распроцовка трех мобильных додатков. В этом году три мобильных приложения запускают. Одно общее, БТ-шное, уже запущенное работает. Вот-вот идут последние доработки более сложного приложения, новостного, которое позволит не только делиться новостями, но и принимать их от простых зрителей. И нам, разработчики, обещают, что буквально на днях мы сможем его запустить. Так что мы с удовольствием поделимся со всеми этой новостью, потому как благодаря этому приложению журналистом может стать любой житель Республики Беларусь, снять видео, отправить нам. Это достаточно популярная практика во всем мире, и мы ее внедрили. Об тем, что журналистом может стать литерально кожный, Иван Эйсман рассказал и в иншем ракурсе. Старшня Белотелерадо компании зауважил, что журналистыка – это призвание, это талент и великое ожидание рассказывать об убаршинам и подшутым не только цикава, а и зуликам уластного меркования, вопыту и святопогляду. А как лепш сразуметь и по силах будет такая праца, важно, чтобы эдукация была практика ориентованной. С этим сгоден ректор ГДУ Сергей Хахомов. Что касается практика ориентирности, то одним из примеров такого сотрудничества или направленности на практику обучения является взаимодействие с вашей телерадиокомпанией. Все наши студенты специальности литературной работой в газетах и журналах, они все прошли практику у вас, они все приходили на экскурсии, они наконец-то вживую увидели и познакомились с работой телевизионных и радиожурналистов. И отзывы и студентов, и преподавателей только положительные. Так, вельми важно брать працу по души. Мабыть, после сегодняшней встречи некто со студентом замацую собежадание стать журналистом. А мы худко прочитаем его прозвища у газетах альбо в нашем эфире. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Угомель». Сегодня у Гомеля запалили огни на головной йолцы в области. Украина это первое новогоднее пригожение, в иллюминации которой применили пиксельные технологии. Один, два, три, два, один, два, 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 иллюминация. Иллюминация вообще сегодня волшебная. На площади таксамо шмат новых святочных фигур и конструкции. Побач с новогодней пригожуней почал працу святочный кермаш, где гамельчане и гости города могут почастоваться гарачами напоями и присмаками. Подчас новогодних святов милиция будет переведена на узмотненный вариант несения службы. Про охову громадского аппаратку и безопасности завтра пойдет разговор в программе «Диалог». Гостям студии промога эфиру станет намесник начальника управления внутренних справ Гомельского Аблвыканкама, начальник милиции и грамадской безопасности Анатоль Васильев. Глядите программу «Упромым эфиры» на телеканале «Беларусь4» у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии 34.00.43. Свои питанье таксамо можно отправить на вайбер 340.043.3. У Гомельским Аблвыканкаме сёння проанализовали ход реализации мероприемства по организации дорожной безопасности. За 10 месяцев этого года у областных центра зарегистровано 118 дорожно-транспортных здарений, что больше леташнего показчика. Какие меры планыться принять для выправления ситуации? Ведая Олег Синсерову. Пытание безопасности дорожного руха на посетение Гомельского Аблвыканкама разъединяется не в Печеню. Год тому тут затвердили перелик мероприемств с 34 пунктов. За минулый час 14 за их выполнение полностью, 6 частково. На реализацию остальных покольных опоясоротков. По этой же причине планы на наступный год утримливают такие самые необходные меры. Это касаемо и проведения различного рода учеб с водителями транспортных средств, особенно это касается общественного транспорта, и различного рода мероприятия по усовершенствованию дорожно-транспортной сети. То есть это уширение дорог, проведение ямочного ремонта, которые впоследствии влияют на совершение дорожно-транспортных происшествий. Вся рода инших пропонуемых мер установка пешеходных турникетов, около припынков громадского транспорта, выкористание светлодоёдных дорожных знаков, нанесение штучных неровностей и створение страхов безопасности на пешеходных переходах. Самое небеспечное место на гомельских дорогах – пешеходные переходы. На них сегодня отбывается каждое третье сдаление. В основном по вине водителей, пешеходы не за счет дисциплинованное, или в любом разе выник суммы – 3 человек загинули, 40 поранено. Еще один фактор, который не самым становчивым чином, уплывая на дорожную безопасность у Гомеля, по увеличению транспортного потока, после закрытия моста на объездной дороге Калявецки-Бабовичи, у весь грузовый транспорт на Кирово-Всё-Празгомель, у спеце небеспечных опанулся в Советский район. Калей у Новобелеца за 10 месяцев зарегистрировано 8 дорожно-транспортных зарений, то у Советским 47, улечивающие и снующие проблемы, областная дежа автоинспекции выступила за инициативой усталевания у Гомеля так званых разумных видокамер. Возовая инспекция вышла с инициативой управлению ГАИ Министерства внутренних дел для тестирования данных камер на территории города Гомеля. Эти камеры будут фиксировать нарушения права дорожного движения, связанные как с непредоставлением преимущества движения пешеходам на пешеходные переходы, нарушение правил обгона выезда на полосу встречного движения, игнорирование права дорожного движения в части пользования ремнями безопасности и ряд других. Олег Синтеров, Игорь Маришенко, телерадио компания «Гомель». Завтра на большие части территории в области чекается погоршение умов на дворья. Снег, туман на дорогах гололедится. Да и закликая водителя быть уважливыми и осторожными. Выбирать худкость руху, заходящий из реальных дорожных умов. Важно так само заховывать беспечную дистанцию и боковый интервал. Особливо осторожными варта быть перед пешеходными переходами и припынками громадского транспорта. Туман может перешкодить, свойчасово зауважить пешехода. Особливо, калейон не позначенный светлоотбивальными элементами. По передних прогнозах, на приконцы тыдня в регионе истотно похолодает. В субботу чекается до минус 8 градусов в день и до 14 мороза в ночи. Сегодня у Гомеля реализовали еще один проект Дитячего фонда Организации Объединенных Наций. Тут открылся Центр молодежных инициатив. Какие мероприемства будут им проходить, ведают наши корреспонденты. Центр открыт в рамках супрасовниства Министерства Адукации Беларуси и представительства Дитячего фонда Организации Объединенных Наций. На протягу 10 годов наша краина принимает удел у реализации инициативы ЮНИСЕФ «Город дружелюбный детям и подлеткам». За этот час таки статус отрымали 25 городов краины – Сяродых, Гомель, Добруш и Мазир. Там есть критерия, 39 критерия, 7 направления. Город должен делать существенный прогресс на этих семей направления. И потом город приезжает на национальную комиссию и отчитывает. Самый значный проект, реализованный в рамках инициативы «Город дружелюбный детям и подлеткам», открыть все ресурсного центра. Миновата сюда будут приходить молодые люди с новыми идеями. Эта работа у Гомеля начинается не с нуля, в опыту же есть. У приватности размова идет про деятельность молодежного клуба «Лидер». Иншая справа, что ЮН объеднувая у основанных гомельских подлетков, у центр запросить и проставников сельской мясовости. У нас уже был реализован проект «Беларусский ренессанс», «Славянские гульни». В этих проектах мы вместе с членами областного совета старшеклассников ходили в детские сады и школы и вместе с ребятами изучали славянские песни, игры и танцы. И этого очень было весело и детям очень понравилось. Размова об уделе молодзи у громадским житти протягивается подчас круглого стола. Сирот огученных пропанов – створение областного детячого парламента. Его основой может стать областный совет старшеклассников, який прасует уже каля 10-ти годов. Коли задач детячого парламента широкая, например, организация осветственных встреч и мастер-классов – доброчинная деятельность. Ибо дай самое главное – постоянные контакты с представниками мясовых органов улады, подчас яких будут агучиваться молодежные инициативы. Калець обещанима 18-ти – это не значит, что ты не можешь пропановать нечто саправды корыстное. Чтобы этот капитал, который у каждого молодого человека существует – время. Бывает, что другого капитала нет. Время есть. Надо подумать, что с этим временем хорошо сделать для своего будущего. Я надеюсь, что эти идеи будут здесь рождаться. Олесян Цюрова, Льга Канавалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня в «Гомеле» стартовала доброчинная акция «Елка жаданья». В девятый год запар студентские акты у Медуниверситета организует сбор новогодних подарунков для детей с обмежеванными мягчимостями и сирот. «Елку жаданья» разместили в хандлевом центре «Сакрет». В якости оздобления на ее листы, адресованные Деду Морозу. Их написали выхованцы «Гомельского детячего дома», наученцы Центра коррекционно развивающего научения и реабилитации, а так само медперсонал областной детячей больницы адымя не маулять сирот. Сирот пожаданья у цацки и шмат звычайных реча – святочная сукенка, обуток, косметичные сродки, детячая харчаванья. У кожным листе дети так само рассказывают про свои интересы и захоплённи. У завершенни жадают своим чарауниками-феям счастливого Нового года. Это, знаете, так трогательно, когда ребёнок пишет письмо Деду Морозу. И вот этого, я считаю, не хватает сейчас в жизни, именно вот этого волшебства. И хочется его как-то поддерживать, чтобы всё-таки хотя бы для детей, которые нуждаются в этом. Это происходило, эти чудеса случались. Детки ждут нас, детки ждут праздника. И я так думаю, что подарить этот праздник в наших силах, поэтому мы и делаем эту акцию традиционной. Протягнется акция до 11-го студеня. Свои долгочаканные подарунки хлопчики и девочки отримаются на передаче Дни Старого Нового года. Это и а также и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgmail.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Семейный бизнес с Душком. Сотрудницы Жлобинского мясокомбината припрятали 55 килограммов вырезки, а их мужья попытались вынести продукт с территории. Мужчины с сумками, набитыми мясом, привлекли внимание группы департамента охраны. На вопрос, откуда товар, объяснили, что нашли мясо в кустах рядом с предприятием. Придуманная легенда не убедила правоохранителей. Всего было изъято порядка 50 килограмм на сумму 475 рублей. В ходе проверки было установлено, что накануне задержания две жительницы Жлобина разделали мясную продукцию и заготовили сумки для дальнейшего выноса, а уже мужья должны были принести похищенный товар домой. В настоящее время Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают различные виды наказания, вплоть до лишения свободы до 4 лет. Отметим, что с момента последней подобной кражи не прошло и месяца. В конце ноября с поличным попались двое жителей райцентра, которые украли 80 килограммов продукции Жлобинского мясокомбината. Машина без техосмотра, за рулем бесправник, в кузове черный груз. В Ветковском районе сотрудники ГАИ выявили незаконную перевозку 6 тонн лома металла. Каких-либо сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. С его слов, перегнать машину без прав и документов с неизвестным грузом он согласился по просьбе знакомого. Автомобиль доставлен в Ветковский РОВД до окончания проверки. Экспертам предстоит также разобраться в причинах и обстоятельствах ДТП в Гомеле, которое произошло накануне вечера. 24-летний водитель получил телесные повреждения и попал в больницу. Пострадавший водитель Киа, двигаясь по Косареву в направлении Речицкого проспекта, на повороте не пропустил БМВ, который шел по встречке. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Киа получил телесные повреждения и был доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Госавтоинспекция ведет поиск очевидцев по другому ДТП в Гомеле, в котором пострадала женщина-пешеход. 14 октября на улице Белого города Гомеля. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода женщину, которая в результате наезда получила телесные повреждения. Располагающие какую-либо информацию о данном происшествии могут обращаться по телефонам, указанным на экране. И в окончании выпуска поучительная история из Житковича о том, как отметить день рождения и получить штраф в 11 базовых. 19-летней жительнице райцентра придется выплатить 270 рублей за то, что угощала пивом несовершеннолетнюю подругу. Итог вечеринки в баре. Две административные статьи. Приобретение спиртного для лица, недостигшего 18 лет. И вовлечение его в антиобщественное поведение. На сегодня это вся информация. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Воспитанница из Дюшор Гомельского района Диана Жукова выиграла серебро первенства мира по самбо среди кадетов. Турнир проходил в сербском городе Новесад. На пути к медали 16-летняя уроженка агрогородка Терешковичи победила болгарскую самбистку Иву Иванову и украинку Софию Бородинских. В финале Диана проиграла россиянке Анастасии Трофимовой. Немного на первенстве мира не дотянула до пьедестала воспитанница из Дюшор Гомсельмаш Полина Слесаренко. У нее пятое место. В шаге от сенсации. Гомельская команда «Энергия» домашними поединками против солигорского «Шахтера» завершила первый круг чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. Реальный шанс зацепить утомленного еврокубковыми баталиями «Гранда» у команды Дмитрия Лихорада был во втором матче. Первый поединок горники выиграли 3-1. На следующий день хозяева обескуражили действующего чемпиона, поведя 2-0 по партиям. «Шахтер» надо отдать ему должное, сумел собраться и сравнять счет. Дело дошло до тайбрейка. В пятой партии сказался опыт горников. В концовке они сумели вырвать победу 17-15. По итогам первого круга регулярки «Энергия» располагаются на третьем месте «Шахтер» на втором. Лидирует столичный строитель. Второй круг гомельчане начнут выездным поединком против Могилевского коммунальника. В высшей лиге хоккейного чемпионата страны сыгран очередной тур «Жлобинский металлург-2». «Шахтер» не смог пополнить свою очковую копилку. Столевары дважды уступили дублю «Гродненского нема» на 1-2 и 4-6. «Гомель-2» на выезде обменялся победами с «Шахтером-2». В первом матче хозяева выиграли 5-2. На следующий день гости взяли реванш 4-1. В турнирной таблице «Рысь» располагаются на второй строке «Металлург-2» на девятой. Лидирует молодежка Ю-17. Четвертый фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь» собрал в «Гомеле» юных спортсменов из Белоруссии и России. На арене Дворца легкой атлетики состязаются представители 45 команд. В нынешнем году организаторы изменили возрастные группы участников. Медали разыгрывают в двух возрастных дисциплинах – 17-18 и 16-15 лет. Такая мера должна повысить зрелищность состязаний и конкуренцию. Атлеты соревнуются в беговых видах, барьерном беге, прыжках в длину, высоту, толкании ядра и спортивной ходьбе. Победителей в личном и командном зачетах определят завтра. Дмитрий Дударь – лучший игрок футбольного клуба «Гомель» в минувшем сезоне. Таково мнение болельщиков «Зелено-белых». За голкипера на официальной странице клуба в соцсети проголосовали более трети респондентов – 32%. В сезоне 2018 Дмитрий Дударь провел 24 официальной игры в составе нашей команды и пропустил 32 мяча. На второй позиции хит-парада болельщиков – полузащитник Антон Шрамченко – 28% голосов. Защитник Гедон Баа замкнул тройку лучших – 22%. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры создавал DimaTorzok